Глубоуважаемый президиум, глупоуважаемые коллеги, ну очень приятно видеть сегодня людей, которые интересуются вопросами биопсии сигнальных лимфоузлов. Это тема, которой мы занимаемся довольно давно, и я хотел поблагодарить организаторов за то, что они дали возможность начать ее с этого доклада. Он, в принципе, уже в определенной степени даже стал традиционным, потому что мы не впервые говорим о методических вопросах биопсии сигнальных лимфоузлов по той простой причине, что, наверное, те люди, которые начинают заниматься этой проблемой, самые серьезные, самые первые, самые важные вопросы, у них как раз методические вопросы. Если говорить о методических вопросах, то, наверное, было бы правильнее хотя бы несколько слов сказать вообще о концепции биопсии сигнальных лимфоузлов. Что это такое, чем она принципиально отличается от той концепции лечения больных раком молочной железы, к которым привыкли и мамологи, и радиологи, и другие специалисты-онкологи, которые занимаются лечением этой категории больных. Но если говорить о традиционной концепции, она, в общем, в определенной степени простая. Существует опухоль молочной железы, существуют региональные лимфоузлы, и распространение опухолей и поражение региональных лимфоузлов происходит в определенной степени, ну можно сказать, наверное, рандомизированным путем, то есть случайным образом, когда любой регионарный лимфоузел в процессе распространения опухолевого процесса может быть метастатически поражен. Естественно, это диктует определенные диагностические и терапевтические мероприятия. Мы должны при диагностике исследовать все удаленные лимфоузлы или все лимфоузлы, которые могут быть потенциально поражены, а при терапии мы должны, естественно, для того, чтобы предотвратить локорегионарный рецидив, мы должны удалить все регионарные лимфоузлы, потому что в любом из них может быть метастатический процесс. Концепция биопсии сигнальных лимфоузлов, она немножко по-другому рассматривает процесс распространения опухоли. И с точки зрения регионального распространения, она тоже рассматривает его как стадийный процесс, как этапный процесс. И при этом считается, что существует один, два, ну максимум три лимфоузла, которые интимно непосредственно связаны с опухолью лимфовыводящими путями. И вот эта вот связь опухоль, связанная с ней лимфоузел, она как раз и образует эту пару. Опухоль сигнальной, сторожевой, сентянильной, неважно, как его называть, но тот лимфоузел, который непосредственно связан с опухолью, и который поражается в первую очередь, и уже после этого может быть поражение других групп лимфоузлов регионарных. И поэтому, когда мы диагностируем, например, регионарное поражение, то мы в первую очередь думаем об этом лимфоузле. Когда мы лечим больных, мы в первую очередь думаем о том, что нам необходимо наши терапевтические мероприятия направить как раз против этого или к этому лимфоузлу. Ну и для того, чтобы сигнальными лимфоузлами, чтобы можно было выявить их поражение, диагностировать их поражение, для того, чтобы можно было лечить или направлять в их сторону какие-то терапевтические мероприятия, нам в первую очередь, конечно, нужно их идентифицировать. Способов идентификации на сегодняшний день довольно много, но наибольшее распространение, если так можно сказать, классическим способом является радиоиндикация, то есть метка этого строжевого лимфоузла или строжевых лимфоузлов с помощью радиоактивных препаратов, чаще всего радиоколоидов, хотя сейчас появились и другие альтернативы. И это даёт нам возможность, с одной стороны, увидеть этот лимфоузел, и с другой стороны, найти его во время операции и понять, что же с ним происходит. Если говорить о сигнальных лимфоузлах, то очень важный вопрос тоже заключается в том, сколько может быть этих сигнальных лимфоузлов. Это обязательно один лимфоузел или их может быть несколько? Если несколько, то как много несколько? Ну, надо сказать, что очень часто сигнальный лимфоузел может быть представлен единичным лимфоузлом, но нередко мы видим два, редко три сигнальных лимфоузла. Больше, в общем, это уже казуистика. Чаще всего это бывает тогда, когда вместе с сигнальными лимфоузлами метятся лимфоузлы уже и второго порядка. Такое бывает, когда мы используем, например, нано-коллоидные радиофарм препараты. Второй вопрос очень важный. Является ли сигнальным лимфоузлом только тот лимфоузел, который появляется первым? Но тут я должен сразу же сказать, что нет, это не всегда бывает так, потому что к сигнальным лимфоузлам и дороги могут быть разные. Это тоже очень важный момент. Лимфовыводящие пути к сигнальным лимфоузлам от одной опухоли, их может быть один лимфовыводящий сосуд, а может быть несколько. И тогда лимфоузлов сигнальных будет тоже несколько. Ну и наконец, тоже очень важный вопрос, который нередко возникает. Не первый сигнальный лимфоузел, может ли он сигнальным? Сейчас мы уже об этом поговорили, да, он может быть сигнальным. Хотя нередко бывает и лимфоузлом второго порядка. Ну и, наверное, один из самых важных вопросов, на котором бы я хотел особенно остановиться, Это вопрос о том, является ли сигнальный лимфоузел, является ли он обязательно наиболее активно поглощающим радиофарм препарат. Всегда ли он самый горячий, всегда ли он тот, который нам легче всего найти или вам легче всего найти на операции. И здесь ответ категорический и простой нет. Потому что нередко сигнальные лимфоузлы, они могут накапливать радиофарм препарат. Например, один из них может быть очень ярким, а другой может быть гораздо менее ярким. Потому что лимфоводящий сосуд, который идет к этому сигнальному лимфоузлу, имеет маленький диаметр. И поэтому толстые коллоидные препараты просто с трудом его проходят и накапливаются в небольшом количестве в сигнальном лимфоузле. Но что самое главное и самое важное, и о чем нельзя забывать. Если сигнальный лимфоузел частично замещен опухолевой тканью, но еще продолжает накапливать радиоколлоиды, он тоже может быть виден очень призрачно и слышен не очень хорошо во время хирургического вмешательства. Он тоже может накапливать радиофарм препарат весьма умеренно, но его очень важно не пропустить. Потому что большинство ложно-отрицательных заключений как раз связаны с тем, что эти лимфоузлы не удаляются, а пропускаются. Поэтому нужно очень тщательно искать сигнальные лимфоузлы и обращать достаточно серьезное внимание на те лимфоузлы, которые не демонстрируют, может быть, активного гиперфиксатора препарата, но при этом они все равно накапливают препарат. Простернальные лимфоузлы, они по определению всегда считаются сигнальными. Тут можно много об этом говорить, это отдельная очень большая тема. Но остановимся только на том, что простернальные лимфоузлы, они тоже сигнальные, если они накапливают радиофарм препарат. Классические признаки сигнальных лимфоузлов, ну классических два признака. Это первый, который появился во времени. И второе, это лимфоузел, который связан с опухолью, дорожкой лимфоводящих путей, сосудом лимфоводящим. Этот признак, к сожалению, сантиграфически виден в 50-60% случаев, не чаще. Но если вы его видите, вы можете не сомневаться, лимфоузел сигнальный. Что касается самой горячей и ближайшей к месту введения, то здесь, в общем, это такие вспомогательные признаки, которые далеко не всегда бывают действительно правыми. Вот так выглядит дорожка к сигнальным лимфоузлам от опухоли. Вот это очень любопытный слайд. Эта больная лечилась примерно лет 10, полума назад. Одна из первых наших больных. Мы еще тогда использовали активно нано-коллоиды, которые были доступны. Вы видите, вот на правом слайде, я не знаю, а вот. Вот на левом слайде для вас он, ну, наверное, даже не для вас он правый, на правом слайде, вы видите большое количество лимфоузлов. Часть из них второго порядка, часть из них сигнальные. Ну, какой из них сигнальный? Вот этот, который больше всего, активнее всего накапливает радиофармпрепарат, или вот этот, который ближе всего расположен к опухоли? Но если посмотреть в динамике, вот это раннее исследование, раннее сантиграфическое исследование, которое было выполнено непосредственно после введения радиофармпрепарата. Вы видите, вот он, сигнальный лимфоузел. Вот тут даже дорожка видна. Надо сказать, что и здесь она просматривается. Вот он. Он не самый горячий, он не самый ближний. Но надо сказать, что у этой женщины это был единственный лимфоузел, который был поражен опухолевым процессом. Поэтому еще раз подчеркиваю, что вот такие вот лимфоузлы на операции пропускать ни в коем случае нельзя. И обязательно нужно, конечно, делать визуализацию перед тем, как вы идете на биопсию сигнальных лимфоузлов. Теперь несколько методических вопросов, что использовать. Ну, надо сказать, что на территории Российской Федерации на этот вопрос ответ сейчас очень простой. Мы можем использовать только технифит, потому что это единственный зарегистрированный коллоидный радиофармацевтический препарат. Но мы надеемся, что появятся наноколоиды. И во всем мире все-таки в основном для маркировки сигнальных лимфоузлов используют наноколоиды, коллоиды более низкого размера. В чем принципиальное отличие? Просто это, наверное, надо знать. Наноколоиды, они в первую очередь отличаются тем, что они гораздо эффективнее с точки зрения маркировки лимфоузлов. Если вы используете наноколоиды, вы практически всегда получаете изображение сигнальных лимфоузлов и можете дальше их найти на операции. К сожалению, с крупными коллоидами это сделать сложнее, потому что бывают ситуации, когда большие неповоротливые толстые крупные коллоиды не идут из места введения никуда. И вы не можете просто сделать биопсию сигнальных лимфоузлов, потому что вы не можете их маркировать, вы не можете их пометить. Такое случается сейчас уже не так часто, но вот на первом этапе это где-то было 20%. Сейчас мы наблюдаем, что у 10-15% больных мы не видим транспорта радиофарм препарата из места введения. Кроме всего прочего, наноколоиды, конечно, гораздо более богаче дают нам картину лимфотока от опухоли. Они чаще визуализируют полирегиональный тип лимфотока. Гораздо чаще мы видим лимфоток в простернальную область. Поэтому наноколоиды абсолютно необходимы, в частности, для того, чтобы планировать лучевую терапию. Но мы их ждем с нетерпением, надеемся, что они появятся. Если говорить о крупных коллоидах, о технифите, то тоже хотелось бы сказать, что не все так печально. Нельзя сказать, что это препарат, который почти что не годится к использованию. Это очень хороший, очень эффективный, глубоко нами любимый радиофарм препарат, который имеет очень выраженные достоинства. Например, при использовании технифита транспорт препарата идет практически только в сигнальные лимфоузлы. То есть все лимфоузлы, которые накапливают радиоколоиды, они все сигнальные. И вам не надо мучиться и думать, что это такое, лимфоузел первого порядка или лимфоузел второго порядка. Это тоже очень важное преимущество. Кроме того, технифит чрезвычайно экономически доступен. Он может использоваться в повседневной, рутинной клинической практике. Это тоже его существенное и большое достоинство. Кроме того, крупные коллоиды сами по себе не перераспределяются. Доползая до сигнального лимфоузла, они остаются там навеки. Куда вводить коллоидные препараты? Можно сказать, что если следует рекомендациям, вы можете вводить их куда угодно. То есть все основные пути, предложенные введением, внутриопухолевые, вокруг опухоли, заорелу, подкожно, внутрикожно, они все могут использоваться. Мы предпочитаем внутриопухолевое введение или введение препарата рядом с опухолью, потому что мы считаем, что только в этом случае мы действительно маркируем истинно сигнальный лимфоузел. Но это наша личная точка зрения. Она поддерживается многими серьезными учеными за рубежом. В частности, очень любопытная работа была сделана в Голландии несколько лет назад, где они у больных мультицентричным, мультифокальным раком молочной железы показали, что у каждого фокуса может быть свой сигнальный лимфоузел. И поэтому, конечно, препарат в этой ситуации нужно вводить в фокусы, в опухолевые очаги, а не подкожно, потому что, когда вы вводите подкожно, вы фактически визуализируете сигнальный лимфоузел для подкожной клетчатки. Но, тем не менее, еще раз скажу, согласно официальным рекомендациям, вы можете пользоваться всеми основными путями введения. Нужна ли визуализация? Ответ короткий. Обязательно. Почему? Вы извините за такой быстрый темп, у меня просто времени очень немного. Визуализация нужна, во-первых, потому что она позволяет вам увидеть, есть ли транспорт в сигнальный лимфоузел, и имеет ли смысл вам идти на процедуру биопсии сигнальных лимфоузлов. Потому что, если транспорта радиофармпрепарата нет, то, как бы вы ни хотели, вам все равно придется идти на лимфодиссекцию. Кроме того, визуализация позволяет вам определить топографию лимфоузлов и уже спланировать разрезы и понять, где расположены эти лимфоузлы, какое количество сигнальных лимфоузлов, чтобы вы что-то не пропустили во время операции. Ну и, наконец, визуализация позволяет вам определить пути лимфоотока при полирегионарном оттоке от опухоли. И она очень существенно влияет на формирование радиационных полей. Иначе говоря, визуализация незаменима. С ней ассоциированы определенные дополнительные расходы, но они стоят того, поверьте. Где искать сигнальные лимфоузлы? Ну, мы вот сейчас уже посмотрели больше 200 человек с помощью Аффект КТ-исследования, Аффект КТ-визуализации сигнальных лимфоузлов. Что важного мы узнали? Что сигнальные лимфоузлы располагаются в разных субрегионах подмышечной области. У них нет стандартной типичной локализации. Чаще всего, действительно, это либо лимфоузел Доргиуса, либо лимфоузлы, расположенные в области центральной зоны. Но они могут расположены быть где угодно. И если вы имеете возможность сделать Аффект КТ, сделайте. Потому что вы будете точно знать, где расположен ваш сигнальный узел. Потому что вот такого рода лимфоузлы, вот как этот, как этот, рядом с грудной стенкой, они чаще всего, если их не визуализировали, они пропускаются. Их никто не убирает. Это источник последующих рецидивов. Или процедивов, наверное, правильнее даже сказать. Нужно ли выполнять диагностические какие-то исследования? Потому что биопсия сигнальных лимфоузлов – это диагностический метод. Мы, по сути дела, диагностируем поражение сигнального лимфоузла. Могу сказать, что инструментальные методы обязательно должны использоваться. Они незаменимы. Вы обязательно должны исключить макропоражение. То есть вы должны обязательно исключить макропоражение, которое может вызвать либо блок лимфооттока, либо изменить пути лимфооттока. И тогда это источник ложно-отрицательных заключений. Это очень важно делать. В нашем институте мы делаем либо комбинацию мамосинтеграфии с ультразвуковым исследованием, поскольку мы показали, что эта комбинация гораздо лучше работает, чем каждый метод по отдельности. Кроме того, мы довольно эффективно используем АФККТ-исследование, которое дает нам еще больше информации, но его могут делать, к сожалению, только те, кто обладает АФККТ-томографами с диагностическим КТ. Можно ли выполнять биопсию сигнальных лимфоузлов после неодювантной химиотерапии? Я всегда говорил и продолжаю говорить, не знаю, что буду говорить в будущем, что проведение неодювантной химиотерапии является противопоказанием к проведению биопсии сигнальных лимфоузлов. Но Петр Владимирович Кривородько, можно сказать, заставил нас выполнить очень интересное исследование, которое показало, что да, действительно, в целом, у больных, которые прошли неодювантную полихимиотерапию, частота ложно-отрицательных заключений высокая, 14%, больше 10%, поэтому это противопоказание к биопсии. Но у тех пациентов, у кого на мамоцентеграфии мы видели очень хороший или полный мамоцентеграфический ответ, у них частота ложно-отрицательных заключений составила 0%. И это идеальная группа для проведения биопсии сигнальных лимфоузлов. Поэтому я и в лишний раз убедился, что категоричность, она очень опасна и может потом вернуться бумерангом. Безусловно, не рекомендуется выполнять биопсию сигнальных лимфоузлов больным отечественной инфильтративной формы рака молочной железы и у пациенток с поражением, инструментальным или клиническим поражением региональных лимфоузлов. Если говорить о диагностических возможностях биопсии сигнальных лимфоузлов, то парадоксальным образом она оказывается даже более чувствительна, чем лимфодиссекция, по той простой причине, что при биопсии сигнальных лимфоузлов удаленный лимфоузел очень тщательно изучается. При лимфодиссекции, к сожалению, любой патоморфолог, когда у него очень много лимфоузлов, он что-то может не увидеть, просмотреть, не сосредоточившись на том или ином лимфатическом узле. Какова клиническая эффективность? Мы можем сказать так, что если сигнальные лимфоузлы не поражены, риск рецидива регионарного чрезвычайно небольшой, он меньше процента, практически ничтожный. Мы можем говорить о том, что в соответствии с большими данными метаанализов, рандомизированных исследований, это безопасный, эффективный метод, который не приводит к повышению частоты локальных рецидивов при наблюдении в течение 5-10 лет после операции. Более того, мы можем сказать, что даже у тех больных, у кого имеется поражение одного-двух сигнальных лимфоузлов, можно обойтись без лимфодиссекции, поскольку, в частности, лучевая терапия позволяет надежно контролировать процессы и частота локальных рецидивов после этого не превышает тоже 1-2%. Ну и хотелось бы заключить мое сообщение по методологии проведения биопсии сигнальных лимфоузлов тем, что у нас есть хороший препарат, технифит. Мы можем его использовать, потому что он зарегистрирован в Российской Федерации. Он позволяет нам очень хорошо и точно маркировать сигнальные лимфоузлы. И поэтому, конечно, мы можем его использовать, должны его использовать, и это не должно встать на пути вашего движения к биопсии сигнальных лимфоузлов. Спасибо за внимание. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 АПЛОДИСМЕНТЫ